МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня для вас я хочу приготовить грузинскую аджику из баклажанов. Готовится она очень легко и просто, требует немного времени и немного ингредиентов. Это принципиально другой вид аджики, которую, в отличие от других, не используют как добавки при приготовлении пищи. А это именно закуска. Получается она очень вкусная. И кому будет интересно, конечно же, смотрите и с удовольствием готовьте. И что же нам потребуется? А потребуется нам болгарский перец, острый перец, чеснок, баклажаны, помидоры, растительное масло, обязательно яблочный уксус, хмели-сунели, молотый кориандр и сушеный базилик. Начинаем приготовление и нарезаем баклажаны пластинами. Нарезанные и подсоленные баклажаны оставляем на 20-25 минут, чтобы они постояли и вылили сок. В аппаратную разогретую сковородку наливаю растительное масло. Баклажаны мы промыли под проточной водой, обсушили бумажной салфеткой и начинаем обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Обжаренные баклажаны выкладываем на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Пока остывают баклажаны, мы прокрутим через мясорубку помидоры, болгарский перец, чеснок и острый перец. Если вы любите не очень острое, то семена из острого перца удалите. Сейчас мы будем смешивать баклажаны, которые мы прокрутили через мясорубку, с помидорами, болгарским перцем, острым перцем и чесноком. И все тщательно перемешиваем. Как видите, что у нас получается масса густая. Это очень хорошо. В полученную массу добавляем 1 столовую ложку хмели-сунели, чайную ложку с горкой молотого кориандра и чайную ложку с горкой сушеного базилика. Все перемешиваем. Соль добавляем по вкусу. Сейчас мы будем подсаливать. Перемешивать и пробовать на вкус. Соли много не добавляйте, так как в процессе варки масса будет выкипать и, соответственно, может стать соленее. Поэтому подсолите и еще раз в конце варки попробуйте. Добавим примерно 50 миллилитров растительного масла. Еще раз перемешаем. Перельем массу в кастрюлю и поставим на огонь, чтобы она начала у нас закипать и вариться. Баклажановую аджику я перелила в кастрюлю, поставила на плиту и плиту включила на максимальный нагрев. Как только аджика закипит, мы нагрев плиты уменьшим и проварим аджику с момента закипания 10 минут. Аджика проварилась 10 минут. Мы ее сейчас перемешаем. Добавим сюда 70 миллилитров яблочного уксуса. Еще раз перемешаем и проварим примерно 20 минут. В общей сложности аджику необходимо варить с момента закипания 30-35 минут до состояния густоты. Ну вот, прошло 30-35 минут. Аджика у нас готова. Баночки я простерилизовала, крышки прокипятила. И сейчас начнем заполнять баночки аджикой. Заполненные банки мы закрываем крышками и крышки плотно завинчиваем. Вот так. Сейчас завинтим. Крышки я закрутила, банки перевернула. Сейчас я укрою полотенцем и оставлю до полного остывания. Такая консервация хранится всю зиму при комнатной температуре очень хорошо. И будет вас радовать всю зиму. Вы представьте, если возьмете кусочек хрустящего, свежего хлеба и скушайте с такой вкусной баклажановой аджикой. Я думаю, вам обязательно этот рецепт понравится и пригодится. Вот такая вкусная с легкой остренькой баклажановая аджика у меня получилась. Готовится она очень легко и просто, требует немного времени и немного ингредиентов. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также зайдите в мою группу ВКонтакте и поделитесь своим рецептом. И не забудьте подписаться на мой второй канал, где будет много интересных покупок и видео из жизни. А вам всем скажу, готовьте с любовью, экспериментируйте и все у вас получится. Ведь экспериментировать это классно. Всем пока-пока, до новых встреч. Готовьте с любовью. Продолжение следует...